МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гитары, независимые жрицы любви, проживающие в Древней Греции, устраивали особые трапезы. Приглашенным мужчинам они непременно подавали оливки и распаренный ячмень, улитки и сельдерей, сардины и вино, мед и сыр, крольчатину и мясо молодого козленка. Люди уже в седьмом веке до нашей эры знали секрет пищи, богатые веществами, которые возбуждают чувственность, желание и дарят неутомимость в любовных играх. Но помимо этого, с древних времен и по сей день, жители Греции меньше других болеют сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. А работающих долгожителей больше всего на планете проживает, оказывается, не в Японии, а на греческом острове Крит. В нашем округе 80% долгожителей. Пример – мой дядя. Ему 93 года, он работает и никогда в жизни не принимал таблеток. Нельзя назвать традиционное меню острова низкокалорийным или нежирным. Вот только жиры здесь употребляют либо растительные, из оливок, оливкового масла, орехов, либо из рыбы. Такая пища снижает плохой холестерин, повышает эластичность сосудов и улучшает качество жизни. Говядину здесь практически не едят. Значительный источник белка получают из разнообразных бобовых блюд, а также из молодой баранины и козлятины. В силу того, что в Греции каменистая земля, там заводилось больше козлят и баранинов. И поэтому они в основном ели козлятину или баранину, а ели много дичи. Сыры здесь производят не из коровьего молока, а из овечьего или козьего. Из сладостей предпочтение отдают сухофруктам, финикам, инжиру и, конечно же, меду. В античной Элладе не было сахара. Сахар привез в греческий мир из востока Александр Македонский. А греки вместо сахара употребляли мед. Кстати, Греция славится своим медом, который готовят из темяна, темянный мед. Хлеб жители Крита едят преимущественно цельнозерновой или приготовленной из ячменной муки крупного помола. Привычно для европейцев белую муку здесь используют не часто, а в основном по великим праздникам. Рождество, Пасха, приезд дорогих гостей. Алкоголь употребляют умеренно. Секрет долголетия заключается в употреблении натуральных, органических продуктов. Добавьте к этому, что любую пищу мы готовим с душой. Маркос известен на Крите тем, что восстановил в горах старейшую деревню под названием Капета-Ньяна. Множество легенд связано с этими местами, ведь горы Крита считались священными еще в минойские времена, почти пять тысяч лет назад. Эпохи и цивилизации менялись, но горы оставались местом поклонения, где люди обращались к богам, молились, совершали жертвоприношения. Я считаю, что рецепты приготовления блюд подарили нам боги, проживающие в этих местах. Зевс был вскормлен молоком козы и медом пчел. Он знал толк в здоровой пище. И именно боги дали нашим предкам знания о диетах, которые удлиняют жизнь. Маркос устраивает вечера греческой музыки. Сам играет на мандолине, поет вместе с друзьями и знакомыми долгожителями. Но не менее интересное действие происходит здесь у святая святых, то есть на кухне, у печи. Когда из местных продуктов, сыров, баклажанов, кабачков, оливок, козьих и бараньих ребрышек, повара и лично Маркос готовят завтраки, обеды, ужины. Одно из традиционных блюд – сорикопитес. Кто-то называет его греческим десертом, кто-то – горячей закуской, крепким виноградным напитком. Для приготовления сорикопитеса используют муку, соль, оливковое масло, соленый сыр, а также лимон. Следует заметить, что лимонный сок жители Крита добавляют в большинство приготовленных блюд. По преданиям, так людей учили готовить пищу боги. Это же греки. Боги участвуют во всем. Богам свойственны все человеческие страсти, слабости. И боги не могут быть индифферентными к тому, что происходит на земле. Главный секрет необычного вкуса сорикопитеса в умелом раскатывании теста. На наших глазах в течение пяти минут эта женщина раскатала его до толщины менее миллиметра. Не каждый повар так сможет. Даже здесь. Тесто она с помощью специального ножа режет на лоскуты. Это делается для того, чтобы потом легко их было свернуть в виде ни то бубликов, ни то кренделей. Но для начала она положит на тесто сыр, который по виду для российских гурманов скорее напоминает творог. Но это не творог, а традиционный соленый сыр под названием мизитра. Судя по рукописям, о нем было известно уже более тысячи лет назад. А получают его из сыворотки овечьего или козьего молока. После недолгой обжарки царикопитес тает во рту. Этим блюдом старожилы Крита предпочитают закусывать местные виноградные напитки различной выдержки. Греки признавали, что касается напитков, признавали исключительно вино. И известны, конечно, античные симпозиумы от слова синпосио, то есть питье вместе, совместное питье, согласно которым, после того, как сотрапезники применяли пищу, после того, как они уже помолились богам, они уже приступали к применению, к употреблению вина. До сих пор Крит окружают многочисленные тайны. Они относятся не только к рецептам блюд, подаренных богами и дающих долголетие местным жителям. Главная загадка, каким образом древнейшая минойская цивилизация, процветающая на Крите около пяти тысяч лет назад, была внезапно стерта с лица земли. Почему здешние города в эпоху своего процветания и могущества в короткий промежуток времени превратились в развалины? Ученые считают, что в те времена в Эгейском море произошла страшная катастрофа. Действующий вулкан на острове Тила, что в ста километрах от Крита взорвался. Это повлекло за собой сокрушительное землетрясение и цунами. А потом на землю посыпался ядовитый пепел. Катастрофа привела к тому, что минойская цивилизация не возродилась, а таинственная Атлантида, находившаяся по одной из версий неподалеку отсюда, провалилась в морские глубины. Однако эта теория вызывает споры. Сторонники теории палеоконтакта утверждают, что гибель древнего Крита пришла из космоса. Что одна из инопланетных цивилизаций разрушила эту культуру. В местах, где родились боги, а здесь когда-то родился Зевс, легенды по-прежнему удивляют и вызывают споры. Для начала давайте проследим, как согласно преданиям и легендам появилась могущественная Минойская цивилизация. Начнем историю с рождения Зевса и его счастливого перста судьбы. Почему счастливого? Да потому, что отец Зевса, бог Крон, или как его еще называют Кронос, страшно боялся предсказания о том, что погибнет от руки собственного сына, поэтому целенаправленно уничтожал своих детей сразу после рождения. Жизнь Зевсу спасла его мать Рея. Она спрятала младенца в пещеру, которая находится в горах Крита на высоте около тысячи метров над уровнем моря. Спрятала его в этой пещере от его отца Кроноса, который пожирал своих детей и она таким образом она решила его перехитрить, потому что все женщины хитрые. И когда она была беременна и он уже съел всех своих детей, она завернула камень в пеленку, дала ему это съесть, а сама уехала на Крит рожать Зевса. Смотрите далее. Пища для новорожденного бога. И как удалось спасти Зевса. Куреты громким звоном своих щитов заглушали плач ребенка, чтобы отец Кронос не слышал его. Рождение Минайской цивилизации и как попала на землю технология приготовления сыра. Я считаю, что именно боги оставили нам в наследство знания об изготовлении сыров из натурального овечьего и козьего молока. Мед – эликсир бессмертия для богов. Если постоянно употреблять в пищу мед, то можно прожить до 100 лет и даже дольше. Бог Зевс родился в этих местах, в идейской пещере, расположенной на склонах высоких гор. Добрые духи исполины, именуемые куретами, стали защитниками и опекунами. Куреты громким звоном своих щитов заглушали плач ребенка, чтобы отец Кронос не слышал его. Куреты заботились о пропитании младенца. Под их наблюдением Зевс рос не по дням, а по часам, извлекая жизненную энергию из меда диких пчел и молока козы Амалфеи. Когда Зевс возмужал, он привез на Крит понравившуюся ему невесту по имени Европа и продолжил свой род. У Зевса Европы родились три сына. По преданиям, они были зачаты вот здесь, под этим деревом, на окраине античного города Гортина. Самый старший, Минос, стал царем Крита. Именно во времена его правления строились города и было установлено морское господство. Ученые называют эту эпоху Минойской. Казалось, ничто не могло поколебать могущество Крита. Однако в конце второго тысячелетия происходит загадочная катастрофа. Города превращаются в руины. От тысячелетиями копившейся мощи не осталось ничего. Империя Миноса погибла. Историки и археологи придерживаются версии, что вулкан, землетрясение и последовавший цунами погубили древнюю цивилизацию. Хотя есть свидетельство, что еще как минимум сто лет после этого природного катаклизма Минойская цивилизация просуществовала. Ученые уклоняются от вопроса о катастрофах внеземного происхождения в ранние периоды человеческой истории. Но почему? Ведь те же тексты бронзового века пестрят упоминаниями о пугающих чудесах, происходивших на небосводе, о божествах, обрушивших на землю свой гнев в виде каменного града, огненных стрел и ядовитых веществ. Однако не будем опережать события. Вернемся к новорожденному Зевсу, который под наблюдением добрых духов куретов питался медом диких пчел и молоком козы Амалфеи. Начнем с молока. Исторически сложилось так, что жители Крита предпочитают его не пить, а готовить из него разные сыры. Я считаю, что именно боги оставили нам в наследство знания об изготовлении сыров из натурального овечьего и козьего молока. Вот оно и пахнет. Сыровару не приходится выбирать сырье. Он пользуется лишь молоком, изготавливая десятки видов сыров с разной консистенцией, разным цветом и вкусом. Поэтому сыровару важно только одно, чтобы молоко было доставлено свежим в стерильной емкости. Ведь один микроб может сгубить всю продукцию. Кроме этого опасность представляет молоко, которое недобросовестные производители разбавляют с антибиотиками. Вот такой разрыв сыра говорит о том, что в молоке присутствовали антибиотики. Такие сыры вредны для здоровья. Мы их, например, выбрасываем. И все же для здешних мест это редкий случай. Человек, продавший молоко с антибиотиками, сразу же теряет репутацию. По всей Греции зарегистрированы около сотни разновидностей сыров. Жители Крита предпочитают гравьеру, твердый сыр, имеющий разные вкусы, изготавливаемый только на их острове. Мизитру или свежий овичий сыр используют здесь не только в виде начинки, но и едят с макаронами и даже с медом. Антатирус или цветочный сыр может быть соленым, подсушенным или свежим. Его подают на завтрак или готовят из него сырное печенье. А это фета, известный во всем мире сыр, который мы используем в приготовлении салатов. В бессмертной поэме Одиссея рассказывается, как Одиссей и его спутники, попав в пещеру циклопа Полифема, нашли в корзинах множество сыров, а в ведрах и чашах простоквашу. И Полифем цитата «Кос и овец подавил, как у всех это принято. Белого взял молока половину, мгновенно заквасил, тут же отжал и сложил сплетенную прочную корзину». Прошли века, совершенствовались технологии, но принцип сыроварения остался прежним. Он основан на свертывании молока с помощью специального фермента или молочно-кислой закваски. При этом происходит образование сгустка будущего сыра, которому требуется индивидуальный срок созревания. Это может быть два месяца, четыре или восемь. Сыр – это один из немногих оставшихся чистых натуральных продуктов современности, если, конечно, используется только натуральное молоко и соль. Чтобы приготовить килограмм сыра, требуется не менее десяти литров козьего или овечьего молока. Во время приготовления бактерии вызывают газы, которые образуют в теле кисломолочного продукта дыры. Их специалисты называют романтично – глаза сыра. Миф о том, что сыр является любимым лакомством мышей, навязан всему миру Голливудом с его известными мультфильмами про кота и мышонка. На самом же деле мыши не переносит острый запах свежего сыра, в котором может содержаться до 45% жира, 25% белка, а также необходимые для человека органические соли и витамины. вкус сыра во многом определяют травы, растущие на пазмищах. В разных странах сыроделы пытались воспроизвести наш метод сыроварения, но не получается такой сыр, поскольку его вкус и качество зависят от района, где пасутся овцы. В этих местах, где проживали боги, произрастает огромное количество трав. Именно они дают молоку и сырам пикантный вкус. Травы определяют вкус не только кисломолочной продукции, но и меда. На Крите много тимьяна. Он произрастает даже вдоль дорог, не говоря о подножии и склонах гон. Древние греки называли это растение тимьяном, поскольку он означает для них силу духа. Цветок тимьяна, окруженный пчелами, в средние века изображали на одежде рыцаря. Считалось, что этот символ вселяет в сердце воина храбрость и мужество и способен исцелять раны. Впоследствии было доказано, что эфирные масла тимьяна благотворно влияют на легкие бронхи и работу желудочно-кишечного тракта. Здесь на Крите произрастает более пяти тысяч разновидностей трав. И три с половиной тысячи из них это лечебные травы. Что же касается тимьянового меда, то последние исследования показали наличие в нем жизненно важного элемента, который разрушает губительные для организма свободные радикалы. То есть мед удлиняет жизнь. мед по преданиям и легендам был не только пищей Зевса в младенчестве, но эликсиром красоты и молодости всех последующих богов. Когда древнего философа Демокрита, который прожил 104 года, спросили рецепт его долголетия, тот ответил, что надо чаще смазывать себя оливковым маслом снаружи и медом изнутри. Еще древние философы писали в своих трактатах о том, что если постоянно употреблять в пищу мед, то можно прожить до 100 лет и даже дольше. Смотрите далее. Нектар – загадочный напиток древних. Еще в эпоху минойской цивилизации пили нектар, то есть вино из меда. Пища богов и современные технологии. Из сотов мед откачиваем с помощью центрифуги. В этой установке можно одновременно откачивать мед из 60 рамок. Закрываем ее, включаем. Секрет приготовления супа «Ираква». Это быстрое экономичное блюдо, которое делала еще моя бабушка, а ей ее бабушка. Существует легенда о том, что Аристей, сын бога Аполлона и нимфы, вкушал божественный напиток из меда. А согласно данным археологии, 4000 лет назад такой напиток действительно существовал. Еще в эпоху минойской цивилизации пили нектар, то есть вино из меда. Мы это знаем, поскольку в минойском дворце нашли остатки глиняных сосудов, в которых, по данным экспертизы, присутствовали следы как оливкового масла, так и вина с медом. И мы, пчеловоды, тоже делаем такое вино, но употребляем его лишь в кругу семьи, поэтому о нем известно не слишком широко. Михаил родной дядя Константинеса, который сейчас проверяет улей и прививает детям навыки семейных традиций. Удивляет, что даже пчелы здесь дисциплинированные, словно ручные, понапрасну не кусают, а ледни выходят по сотам, будто понимают цель визита этого большого и уже родного для них семейства. Перед откачкой меда мы распечатываем соты, удаляя воск путем их срезания. Для этого у нас есть станок со специальными ножами. Вот вы видите, я вставляю кассету, включаю станок и сейчас начнется первый этап. В этом помещении все должно быть стерильным, а специальные емкости и перерабатывающие оборудование сделаны с учетом возможной кислотности продукции. Ведь медь, железо и цинк растворяются под воздействием меда и могут повлиять на его вкус. Поэтому любое оборудование здесь состоит из материалов устойчивых к коррозии, то есть из стали, стекла и пластика. Из сотов мед откачиваем с помощью центрифуги. В этой установке можно одновременно откачивать мед из 60 рамок. Закрываем ее, включаем. Под влиянием центробежной силы мед вытекает из ячеек и стекает на дно. И в конце концов попадает в специальную емкость, где он отстаивается. Мед отстаивают для того, чтобы очистить его от различных примесей в виде воска и освободить его от воздуха и пяны. Мой племянник и я выросли на молоке и меде. И, конечно, боги нам в этом помогли. И не зря наша цивилизация самая древняя в Европе, поскольку она зачиналась здесь богами. Когда на материке еще ничего не было, на Крите уже существовала цивилизация. Но что же явилось причиной ее гибели? Почему боги, пестующие эти края, не смогли спасти древний Крит от разрушений? Или в жизнь острова вмешались другие боги? И, быть может, началась война, соизмеримая с ядерной? Американский ясновидящий Эдгар Кейси незадолго до своей смерти утверждал, что получил информацию из параллельных миров о том, что древние люди проживавшие на островах Средиземного моря обладали необычайно развитыми технологиями. К примеру, с помощью таинственных свойств разных кристаллов они общались с внеземными силами, которых лучше не беспокоить. Кейси считал, что жизнь на всех близлежащих островах была уничтожена в пламени ядерного пожара. Это всего лишь версия. Она строится на том, что вулканы, цунами и пепел не могли уничтожить могущественную цивилизацию минайцев. По крайней мере, раскопки подтверждают, что люди после того природного катаклизма продолжали жить на Крите еще как минимум сто лет. Они собирали оливы, зерно и делали суп из бобовых, любимую пищу Геракла, сына бога Зевса и земной женщины Алкмены. Здесь, на Крите, в тихом местечке Гергере, хранится секрет приготовления фасолевого супа Геракла, дающего энергию на целый день. Это быстрое экономичное блюдо, которое делала еще моя бабушка, а ей ее бабушка. Так как были тяжелые времена, все, что выращивали у себя на огороде, мы использовали для приготовления этого супа. было сытно и вкусно. Обычным супом его назвать сложно, поскольку для заливки ингредиентов здесь используют оливковое масло и немного воды. Главное, чтобы овощи хорошо пропарились. В нашем понимании, это скорее овощная рагу. Предварительно моют и подготавливают овощи. Нарезают много стручковой фасоли, лук, кабачки, картофель, болгарский перец, чеснок и различные травы. Помидоры измельчают на терке. Эта пища дает много сил. Наши мужья, работающие целыми днями на полях, выдерживают нагрузки, благодаря тому, что в их еде много овощей и оливкового масла. Пока подготавливают овощи, вспомним о силе и бесстрашии Геракла. Уже в младенчестве он задушил змей, подосланных к нему ревнивой герой, мечтавшей его убить. Хорошо известны и 12 подвигов Геракла, среди которых удушение немейского льва, очистка авгиевых конюшен и победа над царем Диамедом. И все же главное достоинство Геракла не в физической силе, а в его жизненном выборе, который проявился в суровые годы изгнания. Дело в том, что по молодости Геракл случайно убил лирой брата Орфея и был вынужден на время удалиться в лес. Однажды, расположившись на отдых под деревом, он вдруг увидел двух нимф, которые подошли к нему и заговорили. Первая нимфа олицетворяла порочность. Она предложила Гераклу жизненную дорогу, полную утех и наслаждений. Вторая нимфа олицетворяла добродетель и предложила богатырю нелегкий тернистый жизненный путь, связанный с тяжелым трудом и подвигами. Она сказала ему так, Из того, что есть на свете полезного и славного, боги не дают людям без труда и заботы. Хочешь, чтобы боги были к тебе милостивы, надо чтить богов. Хочешь быть любимым друзьями, надо делать добро друзьям. Желаешь пользоваться почетом в Элладе, надо делать добро Элладе. Геракл выслушал нимф и выбрал себе тернистый жизненный путь, связанный с трудами и подвигами. Чем и заслужил всенародное уважение. Но вернемся к секретам пищи богов, к супу Геракла, который дает энергию на целый день. Его мог приготовить себе древний житель Крита любого положения и достатка. Безусловно, менее зажиточные граждане не могли себе позволить ежедневно употреблять мясо. Они ограничивались бабамы, очень широко распространялось применение фасоли и чечевицы, что придает, конечно, силу и задерживает очень много количества железа, что необходимо организму. Итак, после того, как овощи подготовлены, их кладут в кастрюлю, в которой кипит оливковое масло, разбавленное водой. Ингредиенты добавляют строго по очереди, с интервалом примерно в пять минут. Вначале лук, потом фасоль, кабачки, картоши. Затем в эту смесь заливают тертый помидор. Чеснок и травы добавляют в самом конце минут за пять до отключения конфа. Это сезонная трава. Мы ее специально не выращиваем, что-то вроде сорняка, но она очень полезна и в наших краях популярна. Мы ее просто отвариваем при приготовлении любых овощей, сливаем воду и сверху сдабриваем оливковым маслом и лимонным соком. Последние минуты приготовления. Запах возбуждает аппетит. Хозяйка накладывает огромную порцию, как будто в гости к ней действительно наведался Геракл, безумно проголодавшийся за день от трудов праведных. И то, что это блюдо вкусное и сытное, уже не вызывает никакого сомнения. Вот так по нашей версии выглядел суп Геракла. Смотрите далее. Богиня Афина и ее вклад в кулинарию. Наряду с оливковым маслом жители древнего Крита ели виноградных улиток. Древние знания о приготовлении хлеба. Дакос это блюдо, которое много тысяч лет назад ели на крике. А сам хлеб называется паксимадия. Он делается из ячменной муки крупного помола. Тайна гибели минойской цивилизации. Прилетело другое поколение богов с других планет, с других созвездий, другие пришельцы, боги. Они соответственно решили установить свои порядки и свои условия. По преданиям Афина родилась из головы Зевса. Несмотря на то, что она была богиней войны, ей приписывают изобретение флейты, а также выращивание первого оливкового дерева. Жители минойской эпохи уже использовали в пищу оливковое масло. Упоминания об этом встречаются на табличках найденных в городах Фест и Кнос. Доказано, что употребление оливкового масла защищает сердце от инфаркта, так как в его состав входят только ненасыщенные жирные кислоты, а они снижают уровень плохого холестерина в организме. Наряду с оливковым маслом жители древнего Крита ели виноградных улиток. При археологических раскопках на острове Тира был найден сосуд, заполненный улитками. Установлено, что в древности виноградные улитки не считались деликатесом. Люди любого социального положения могли их себе позволить. Эти моллюски содержат больше белка, чем мясо птицы. Кроме того, улитки являются афродизиаком, то есть повышают мужскую силу. Именно они были для греков 11 века нашей эры символом деторождения. Однако улитки нередко питаются ядовитыми растениями. Вследствие этого в их организме образуется слизь, опасная для здоровья человека. Но, видимо, боги, а откуда еще люди могли узнать, дали простой совет по нейтрализации токсинов. Для этого улиток надо несколько дней кормить мукой или макаронами. Тогда шлаки загрязняющих организм выйдут наружу. А потом уже есть разные способы приготовления. Но, как правило, один из основных, которые готовят, это с розмарином, с уксусом и оливковым маслом. Илья Христу один из лучших поваров города Эраклеон, всякий раз приготовляя виноградных улиток благодарит Диониса, бога растительности, создавшего виноградную лозу, без которой не появились бы на свет эти съедобные моллюски. Самый популярный способ приготовления улиток на Крите, это когда их жарят. Улитки крупные, сочные, хороши сами по себе. Однако их любят здесь чем-нибудь смешивать, жарить с разными овощами или только с баклажанами, или с бобовыми, или с дикой зеленью, или просто со шпинатом. Перед улитками неплохо закусить нашим салатом. Он состоит из сухарей, огурцов, помидоров, мягкого сыра. Вот такой критский салат. Да, его надо обязательно полить оливковым маслом, добавить лимона. Масло можно не жалеть. Еще древние римляне в своих трудах писали, что греки едят улиток каждый день, и не просто так, а с зернами пшеницы. Знаменитый философ и врач Клавдий Гален говорит о том, что необычайный вкус улиток связан с изобилием душистых трав и растений, которыми питаются моллюски. Пока улитки готовятся, сделаем гарнир. Положим на тарелку разных оливок и ячменный хлеб с оливковым маслом, томаты с мягким сыром и орегано. Положим также наши традиционные сухари. О хлебе чуть позже, пока про улиток. Доказано, что еженедельное употребление моллюсков, собранных в естественных условиях на 50%, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Правда, до сих пор непонятно, почему таким свойством не обладают улитки, которых искусственно разводят на фермах. Почему в них не вырабатывается необходимая человеческому сердцу линоленовая кислота? Ну, все. Мы видим, что наши улитки готовы. Мы их уже полили уксусом, так что приятного аппетита. Несмотря на то, что эта пища богата белками и минералами, многие ученые задаются вполне логичным вопросом. Почему древние люди, которые веками были вегетарианцами, вдруг стали есть улиток, рыбу, мясо? Ведь, согласно легендам, боги-пришельцы, создавшие людей, питались только растительной пищей. на всех континентах, на всех местах древних цивилизаций мы видим, что боги создавали первых людей, другой вопрос, как они выглядели, но они назывались людьми, и они употребляли в пищу только злаки, какие-то растения. Многие ученые приходят к выводу, что человеческий организм изначально приспособлен только к растительной пище. Строение желудка, кишечника, челюстей позволяют так предполагать. Движение челюстей не только вверх-вниз, но и справа-налево. Короткие зубы, которые не позволяют кусать мясо или перетаскивать куски мяса. Длинный кишечник для того, чтобы из проглоченной пищи организм впитывал как можно больше питательных веществ. При этом, если мы едим мясо, то длительное нахождение мяса в организме приводит к отравлению организма. Значит, по идее, должно было произойти событие, повлекшее за собой голод и нехватку растительной пищи. А такая ситуация, скорее всего, возникает в связи с климатическими катастрофами, либо во времена разрушительных войн. Прилетело другое поколение богов с других планет, с других созвездий, другие пришельцы, боги. Они, соответственно, решили установить свои порядки, свои условия. И вот в войнах богов ужасная война, унесшая жизнь 80% населения Земли. Вот эти страшные войны, когда земля пылала, когда применялось ядерное оружие, победили все-таки боги последнего поколения. Возможно, страшные потрясения, происходящие в древности, стали причиной появления этого блюда под названием даакос. Он делается только на крите, из ячменных сухарей. Это что-то среднее между закуской и салатом. В жару альтернатива полноценному обеду. Пока сухари твердые, их натирают зубчиками чеснока и слегка смачивают вначале водой, а затем обильно поливают оливковым маслом. Натертый на крупной терке помидор равномерно распределяют по поверхности сухаря, сверху кладут сыр. Дакос это блюдо, которое много тысяч лет назад ели на крите. А сам хлеб называется паксимадия. Он делается из ячменной муки крупного помола. Потом паксимадия подсушивается и получаются сухари. Паксимадия вкусна и полезна, однако возникает вопрос по поводу хлеба. Почему предпочтение, как в этом блюде, например, отдается подсушенному хлебу из ячменя и даже сухаря? Если это дань традициям, значит первоначально была какая-то причина. Не голод ли, вызванный войной богов заставил жителей острова делать практически не портящийся хлеб и запасаться им? Это всего лишь версия. Хотя как объяснить, что в древнем Крите применяли усложненную технику выпечки хлеба, которая дошла и до наших дней? Выпекаем в духовке при температуре 200 градусов. Первая выпечка естественно получается мягкой. Мы ее разрезаем, а полученные куски кладем в печь второй раз, выпаривая жидкость. При такой технологии готовый хлеб может храниться больше года. И еще одна таинственная загадка. А как на земле появились ячмень, пшеница и другие злаковые культуры? Смотрите далее. История появления злаков. Именно Греция, как Южная Европа, Средиземноморье являются родиной злаковых культур. Основа пшениц, овса, ячменя и других. Подарок греческих богов и секреты питания жителей древнего Крита. Критское питание основывается на твердом хлебе. Мы его считаем хлебом богов. Необычные рецепты приготовления пищи. Смотрите внимательно. Сейчас я эту сайру накалываю на острые палочки. Это мой дизайн. Я думаю, он вам понравится. Можно ли продлить жизнь? Древнее знание о долголетии. Секрет наших долгожителей заключается в том, что они много работают. Работают с детства. Выдающийся ученый генетик Николай Иванович Вавилов доказал, что дикая пшеница не является прародительницей той пшеницы, которую мы сегодня едим. То есть семена зерновых каким-то чудесным образом попали в руки древних земледельцев. Такая же загадка и в появлении ячменя, культового злака, употребляемого в пищу на Критие с давних времен. Получается, что кто-то извне принес на землю злаковой культуры. Вся мифология народов мира, начиная с греческой мифологии, когда боги Олимпа жили на Олимпе, вступали в связь с земными женщинами, рождали полубогов, героев, Геракл, Ахиллес и другие, вот они как раз и привнесли злаки, поскольку именно Греция, как Южная Европа, Средиземноморье, является родиной злаковых культур, основа пшениц, овса, ячменя и других. Если злаковой культуры были пищей богов, которые они привезли с собой, значит, они знали, как их выращивать и обрабатывать. Но на то они и боги, чтобы создать людей, помощников в этом нелегком труде. Мы можем рассматривать этих богов как инопланетян, богов-пришельцев, просто богов. Причем, согласно легендам, они жили рядом с людьми. Они помогали людям в развитии, в саморазвитии. Именно боги научили людей земледелию, научили культуре, языкам, письмам, всякому ремеслу. Древние жители Крита тесно общались с богами, поскольку по преданиям один из очагов человеческой цивилизации зародился именно здесь. И, видимо, неспроста на Крите до сих пор употребляют в пищу именно твердый ячменный хлеб крупного помола. Люди хотели жить долго и брали пример с богов, которые употребляли злаковые именно в таком виде. Критское питание основывается на твердом хлебе. Мы его считаем хлебом богов. Последние исследования показали, что греки меньше других болеют сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. А, например, долгожителей на острове Крит больше в процентном исчислении, чем в Японии. Я считаю, что секрет наших долгожителей заключается в том, что они много работают. Работают с детства. Им приходится это делать в полях и горах. Воздух, которым они дышат, и продукты питания, которые употребляют пищу, все это в целом дает много сил, энергии и долголетия. медиффиций. И еще одна немаловажная черта, объединяющая всех долгожителей. Ни при каких тяжелых жизненных обстоятельствах они не теряют чувство юмора. Когда солнце стремится к закату, а море освещается фонарями набережной, повар Илья изобретает блюдо, которое он посвящает богу Дионису. Мы с моим другом сейчас приготовим рыбу. Поешь, мой друг, молодец. Ты только не мешай мне. Ешь, ешь. Пока сковорода нагревается, Илья что-то обсуждает с разговорчивой птицей. Казалось бы, ну что особенного? Обычная морская рыба, зажаренная в оливковом масле. Но оказывается секрет в другом. Это блюдо надо уметь преподнести. Илья вставляет острые палочки в лимон и наливает в бокал сухое вино. Рыба в масле бурлит, как море. Значит, скоро будет готово. Смотрите внимательно. Сейчас я эту сайру накалываю на острые палочки. Это мой дизайн. Я думаю, он вам понравится. Вот мы уже почти накололи всю рыбу. Поверх прикрепляем маслины, кладем в бокал с вином. Очень удобно. Все под рукой и закуска и бокал и даже есть с кем поговорить. Крит, родина Зевса, таинственный остров, где действительность переплетается с легендами, а начало истории спрятано в глубине веков. Здесь зарождалась цивилизация, а значит и кухня. Боги позаботились обо всем, в том числе и о пропитании людей, и жители острова в этом нисколько не сомневаются. Мы не можем ответить на вопрос, какова истинная причина гибели древней цивилизации, проживавшей на Крите. Почему героический мир умолк? Но он живет в памяти потомков, в песнях, поэмах и, конечно же, в традициях, связанных с приготовлением еды. Рецепты богов, дающие долголетие, до сих пор остаются основной пищей жителей этого острова. Субтитры сделал DimaTorzok